Здравствуйте, дорогие зрители! Март можно назвать месяцем библиотечных праздников. Всемирный день поэзии, а также писателя, недели детской и юношеской книги. Обо всем понемногу мы расскажем в нашей программе. Меня зовут Александра Столярова. Добро пожаловать на страницу 17. В начале марта 3-го числа свой праздник отмечают писатели, люди, чьей профессией стало слово. Виновчанка Мария Сокрытина пишет книги в жанре фэнтези более 10 лет. Расскажите, как же вы пришли к тому, что книги стали частью вашей жизни, а не остались в хобби? Здравствуйте, Александра! Дело в том, что мне всегда нравилось писать. Это всегда было просто центром сердцевины меня, но в какой-то момент мне стали платить за это деньги. И когда вам платят деньги за то, чем вам очень нравится заниматься, это становится вашей работой. Вы написали более 20 романов и 50 рассказов. А есть ли среди ваших произведений самое любимое или такое, каким вы гордитесь больше всего? Нет, самое любимое я, пожалуй, все-таки сказать не могу. Точнее могу, но любимое – это тот, над которым я работаю сейчас. Это как с книгами. Самое любимое – та, которую читаешь сейчас. Я так понимаю, то, над чем вы сейчас работаете – это секрет. Но у вас не так давно вышла книга, которая называется «Цвет магии черный». Это уже вторая часть. О чем вот эта вот книга и кому стоило бы ее прочитать? Людям после 16 лет, естественно, тем, которым нравится фэнтези, мои читатели говорят, что это похоже на Гарри Поттера в «Игре престолов». То есть такое темное фэнтези с Янкой Далпом. В этом же жанре раскрываются действительно взрослые проблемы. То есть если фэнтези очень часто представляют как такой детский жанр или даже нету жанр, то темное фэнтези показывает нам, что это все совсем не так, все по-взрослому. Ну, это, конечно, сказочный антураж, но в взрослом мире. Писатели фэнтези совсем не обязательно придумывать новые, не знаю, там, Верхи Новый Завет или Кабалу и разбираться в магии настолько, чтобы там вызвать дьявола, допустим. На самом деле, когда пишешь фэнтези, нужно очень хорошо разбираться в мифологии, культурологии, ну, желательно еще в социологии и психологии, но вот эти первые две науки, они самые базовые. Я всегда очень любила мифологию буквально с детства. Ну, соответственно, поэтому я люблю фэнтези, этот жанр сосредоточен на мифологии. И напоследок дайте совет юным писателям. Как же написать фэнтези-книгу, в которую читатель влюбится? На самом деле, лучший совет, который писатель может дать молодым авторам, это не пишите, если можете не писать. Звучит грубоватым, но, к сожалению, это так, потому что писатель – это профессия, очень часто неблагодарная, и хорошо бы в самом начале пути понять, зачем вам это. Ну, а что касается фэнтези-книги, которую полюбят читатели, лучше всего быть искренним. Здесь, как с людьми, если ты искренен, тебя полюбят. Спасибо, Мария, за ваши ответы. Я надеюсь, они смогли для наших зрителей раскрыть вас как автора, ну, и вдохновили кого-нибудь на создание своего первого шедевра. Друзья, у нас для вас важная новость. Центральная библиотека участвует в проекте «Библиотека. Современное общественное пространство». В нем принимают участие 15 ведущих библиотек региона. Его цель – повысить привлекательность библиотек в молодежной среде и сделать их культурно-досуговыми центрами. Теперь мы работаем для вас с 10 утра до 9 вечера. Для вас – молодежные клубы, клубы по интересам, кружки и мастер-классы. Библиотека открыта для сотрудничества. Если вы активны и готовы поделиться своими знаниями и опытом, мы ждем вас, ждем ваши идеи. Перейдем к другим новостям. В прошлом месяце библиотека Расторгуева отметила 95-й день рождения. Сегодня мы решили вновь туда отправиться, чтобы познакомиться с одной из ее читательниц – Видновчанкой Мариной Кононовой. Выставки в Расторгуевской библиотеке не редкость. Недавно здесь открылась новая экспозиция – «Калаш в моей жизни». На выставке представлено 22 работы. Это изображение пейзажей, людей и животных. Их автор – читательница библиотеки Марина Кононова. Творчество для нее не хобби, а стиль жизни. В каждый калаш автор вложила кусочек себя – номер квартиры, любовь к кинематографу и путешествия. Особенно это отражено в работе «Маска». Это картина о том, что надо жить здесь и сейчас, но не забывать, что было, что в твоей жизни тебя поддерживало, радовало, впечатляло. Надеемся, что стены библиотеки в будущем украсят новые работы художницы. В нашем муниципалитете много талантливых жителей. Еще одна выставка открылась в библиотеке поселка Развилка. «Пространство – это мы» – так назвали выставку воспитанники кружка «Фантазия» совхоза имени Ленина. В родном поселке экспозиция уже произвела впечатление. Теперь ее привезли в Развилковскую библиотеку. Нужно делать проекты рядом. В библиотеке, в школе. То есть выставлять и популяризировать учеников в своем небольшом районном городском округе или Московской области. Расширять культурное взаимодействие населения. Познакомиться с выставкой приехали воспитанники досугового центра «Кортино». Для них сотрудники учреждения пригласили особого гостя – руководителя кружка «Фантазия» Салтанат Дуйсенбаеву. Она и провела полноценную экскурсию для ребят. А пока это все новости из жизни централизованной библиотечной системы. Давайте узнаем, какие новости в мире книг. Если в мире отсутствует свобода, легко ли жить свободному человеку? Действие происходит в XIX веке. У семьи Борятинских рождается девочка с независимым характером. Ее рождение переворачивает привычный уклад жизни семьи. От автора романа «Безбожный переулок» и «Хирург». Марина Степнова. Сад. Это продолжение книги «Рассказ служанки». Действия происходят спустя 15 лет после событий, описанных в первой книге. Три героини. Пусть каждая решит, как далеко она готова пойти в борьбе за то, во что верит. Маргарет Эствуд. Заветы. В нашей библиотеке в феврале проходил конкурс «Пойман за чтением». Наши читатели присылали нам свои фотографии, где они читали книги в самых неожиданных местах. Из девяти финалистов мы выбрали победителя. Им стал Владислав Чевелев. Владислав, я вручаю тебе приз за самую креативную фотографию по мнению наших читателей и пользователей социальных сетей. Держи. Спасибо. Владислав, скажи, пожалуйста, как тебе пришла в голову идея этой фотографии? Просто я очень люблю читать, и поэтому всегда беру книгу с собой. Пока подготавливаю место для стрижки, я уселся и начал читать. И незаметно так провел всю стрижку. А мама меня на это подловила. Что это была за книжка, какую ты читал? «Пластелин колец». Просто я очень люблю жанр фэнтези, поэтому я постоянно его беру с собой. Спасибо тебе, Влад, за участие. Ждем тебя на следующих конкурсах. И приходи к нам в библиотеку. Спасибо. Я обязательно буду участвовать в ваших конкурсах. Однако конкурсы в библиотеке еще не закончились. Знаете ли вы, что во всем мире 21 марта отмечают День поэзии? Этот праздник появился в ЮНЕСКО еще в 1999 году. Пушкин, Лермонтов, Блок, Есенин – все эти фамилии нам знакомы. Меньше мы знаем поэтов нашего родного края. В этом году уже в 12-й раз пройдет конкурс «Зубовские чтения». И мы решили встретиться с участниками прошлых лет. Сколько раз ты участвовал в «Зубовских чтениях» и почему ты принимал такое решение? Это третий раз. И мне просто очень нравится. Это очень интересно. Ты расширяешь кругозор. Больше узнаешь про соотечественников, которые писали стихи. Мне очень нравится этот конкурс. Он масштабный. И в целом я люблю в таких конкурсах участвовать, чтобы они были широкими, с многими людьми, чтобы было с кем сравняться. Мне нравится творчество видновских поэтов. Я сама пишу стихи. Особенно за последнее время написала очень много. И также в «Зубовских чтениях» в этом году я участвовала со своим стихотворением. Стихотворение называется «Девятый вал». Это впечатление от картины Ивана Константиновича Аевазовского. И небо потемнело, и темная волна на лодку налетела. За ней еще одна. Стихия разыгралась. Бушует ветер. Он погибели несчастья несет со всех сторон. Кому, по-твоему, стоит принять участие в «Зубовских чтениях» нынешнем? Абсолютно всем. Ну, если кто-то боится, то бояться здесь нечего, потому что это радость. Ты можешь показать ее на людях и не держать все в себе. Для тех, кто любит читать стихотворения, для тех, кто любит играть, показывать свои эмоции, это вот как раз для этих ребят будет этот конкурс. Ну, во-первых, ты поймешь, на какой ты степени, с кем тебе лучше сравняться. Послушаешь других, возьмешь что-то на заметку и узнаешь, как лучше читать стихи. Каково было все-таки выступать в дистанционном режиме онлайн? Ну, я себя чувствовала совсем так же. Я пыталась читать так же уверенно. Ощущения максимально не те, когда выходишь все-таки на сцену, как-то больше, ну, вот этого волнения идет и больше прям вот хочется играть. А когда дома записываешь стихотворение, это максимально не то. Я думаю, что в этом году будет много ребят, которые будут участвовать в этом конкурсе первый раз. Можешь ли ты им какой-нибудь совет дать? Надо читать громко, уверенно, не надо ничего совсем бояться. Мне кажется, что всем бы это пригодилось в своей жизни, чтобы расширить кругозор. Но все-таки расстраиваться, если проигрываешь, не стоит. Самое главное – это перед сценой. Там публика, вся внимание в тебя. Самое главное – привлечь первые 10 секунд за стихотворение, ведь если этого не сделать, то публика просто отвернется и не будет интересно слушать. Не нужно сильно переживать и волноваться, нужно прийти, рассказать и уйти. В прошлом году конкурс «Зубовские чтения» из-за пандемии полностью проходил в дистанционном режиме. В этом году отборочный этап конкурса будет проводиться также в удаленном режиме. Рядом со мной заместитель директора Централизованной библиотечной системы Елена Анатольевна Рогозянская. Расскажите, как будет проходить конкурс в этом году? 12-й фестиваль «Конкурс «Зубовские чтения» будет проходить в двойном формате. Отборочные прослушивания пройдут в удаленном режиме, а вот финал конкурса мы планируем провести в очном формате. Мы хотим все-таки собрать зал наших юных зрителей, наших читателей, наших участников конкурса для проведения настоящего литературного праздника, как это проходило у нас на протяжении 10 лет. На сайте библиотеки можно легко найти положение о конкурсе и узнать о правилах участия. Но торопитесь, прием заявок закончится уже 31 марта. Ждем вас на «Зубовских чтениях»! Пусть эта книжки на неделю продлится ровно до апреля, но вы, читающий народ, любите книгу круглый год. Эти слова Самуил Маршак посвятил неделе детской и юношеской книге. Но подробнее об этом празднике вам расскажет одна сказочная героиня. Передаю слово Мэри Поппинс. Внимание, я спускаюсь к вам. В любой работе есть элемент веселья. Находишь его, хватаешься за него, и любая работа превращается в игру. В игру, которая продлится целую неделю, и которая называется «Неделя детской книги». А организатором этого праздника является писатель Лев Кассиль. В далеком 1942 году. Но, когда событие принимает такой оборот, учтите, что все перемены к лучшему. А этот праздник с тобой, со мной и с нами. В чем он заключается, спросите вы? В каждой библиотеке, в этой детской библиотеке, в любых других больших и маленьких библиотеках проводит праздники для мальчишек и девчонок, мастер-классы, игры, конкурсы, викторины, познавательные и развлекательные мероприятия. Не верите? Проверьте сами. Следите за нашими афишами и анонсами. Присоединяйтесь, участвуйте, играйте, и получайте удовольствие от общения с ее величеством книгой. Мэри ждет вас на неделе детской и юношеской книги в Центральной библиотеке, а я буду ждать вас здесь, ровно через месяц. Меня зовут Александра Столярова. До встречи на странице 17. Редактор субтитров А.Семкин